Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. Сегодня у нас будет небольшое путешествие по Крыму. Посмотрим, что сегодня здесь происходит. В этот пасмурный уже холодный зимний день, друзья. Погода изменилась. Сейчас плюс 6 градусов всего, но прохладно. Находимся мы в селе Лучистое, которое возле Алушты, прямо под горой Демиджи расположено. А конкретнее в музее ретро-техники. Сейчас пройдемся по территории, покажу вам здесь все. Потом отправимся в утес, потому что многие комментаторы писали, Александр, что там в утесе после шторма? Один комментарий даже был, Александр и другие крымские блогеры, почему вы не показываете утес? Вам что, запретили его показывать? Сегодня покажу, что там вообще произошло. Ну что, с вас, как всегда, огромнейший палец вверх под этим видеороликом. Напишите свой комментарий, ну а мы с вами начинаем. Погнали! Здравствуйте! Мы находимся в селе Лучистое, в импровизированном таком состоявшемся музее, ностальгическом по СССР и в частности по мотивам комедий знаменитого режиссера Гайдая. И начнем вот давайте со знаменитой Троицы. Пивка у них немножко попросим. Бывалый, балбес и трус. Знаменитая Троица. Это кадр из фильма «Кавказская пленница». Где они пили пиво вот такой аутентичной бочки советских времен. И, значит, у них там «Жить хорошо», а «Хорошо жить еще лучше». И пивко они там попивали. Вот мы видим уже из другой комедии «Операция Ви» и «Другие приключения Шурика». Знаменитая сцена, где «А компот?» Кто не работает, тот ест. Да, вот на таком автозаке их развозили. Так, это тоже из этого фильма? Да, из этого фильма. Вот как раз «Операция Ви», где эпизод на стройке. Алкоголики дебошируют унеядцы. Кто желает поработать? Я. Ликероводочный, если ты сегодня заявок не прислал. Вот такие развозили. Воронках, так называемых. Тоже интересная техника тут. Ну вот, Волга правительственная, на которой товарищ Саахов собирался жениться на Нине. Ехать, но так и не поехал. Она открывается? Да, конечно же нет. Жаль. Вот такие тут старые техники, работяга «Муравей». Как видите, такой был мотороллер, он так и назывался. «Муравей». Муравей. Да. Развозили на нем мороженое, пироженое. Но это уже военная техника. Это знаменитый. В гражданском исполнении был автомобиль «Луаз». Но тут он в военном исполнении. Там вот стоит такой тоже настоящий, но приведенный не в боевое состояние, пулемет Дегтярева, который прошел всю войну. Ну, зачем его тут установили? Эта машина использовалась как санитарная. То есть у нее очень хорошая проходимость. Ребетку мы там видим впереди. То есть это настоящий внедорожник. Ну, вот тут вот он использовал, ну, как сказать так, в санитарном исполнении. То есть раненых бойцов собирать. Ну, а вот уже мы видим его в гражданском исполнении. Вот уже он. Вот тоже он? Класс. А, это одна и та же машина. Вообще разная. Ну, кузова разные. Тут покороче она. А, он еще ведь как амфибия работал, по-моему. С виду, да. Да, он как амфибия еще работал, вот этот. Трактора различные. Тут много старой техники. Так, а что еще тут из фильмов вы видите? Из фильмов? Да. Практически вот, вот санитарная Волга. Была скорая помощь такая. Вот он, тут стоит неспроста. Это товарищ Саахов. Да, ну, а тут вот. Тут нет той техники, до которой он передвигался. Вот Нина, на которой он женился, да не доженился. А за Ниной стоит тот самый автомобиль из психушки. Ну, этот эпизод все помнят, точно. Да, этот эпизод все поверят. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Ну и просто тут. А, подождите, это из уже фильма? А это из фильма уже с полплотой 82. Который в новом свете у нас снимался. Да, тот самый, да, он снимался в новом свете. И желтый Жигуленок там присутствует. Вот и вот такой мотоцикл там был у одного отчаянного парня, который на нем дико гонял. А это официальный хейл этот или нет? Оленя прикрутили? Да нет, нет, оленя где-то с волосами. Зачем они его сюда прикрутили? Непонятно. Как же снимался? Прямо на мысе Капчик. Этот фильм их там лагер располагался. Вот и сзади тут фотография. Существует такое предание, что вот эта фотография Александра Михаиленко. Ну да. Ну, видите, яхты, на которые мы путешествовали когда-то? Я снимал. Ну, это городские легенды, скорее всего. Нет, это правда. Москвичонок, Чебурашка. Их по-разному называли тоже, разозвездные такие. Москвичонки были, Чебурашка, Каблучок, еще как-то. У нас был Москвич 412, который постоянно ремонтировали. Так, а это? Кто-то где-то фильмов, я видел вроде бы или нет? Вот это? Ну, это тоже из Кавказской пленницы. Там они с диким воем носились спасать Шурика от алкоголизма. О, правильно. Алкоголики, это наш профиль, говорил главврач больницы. Так, а это они гнались на этой машине? На этой машине, да. Вон там бочка эта сзади. Ага, вот, да. На такой машине они по Луштинским серпантинам ездили. Ну, это снималось, конечно, не одним дублем, потому что, если на самом деле привязать бочку к машине, то можно убиться. Да, можно убиться. То есть это был такой, он, ослик стоит, на котором Шурик путешествовал к Кавказской пленнице. Ну, кстати, она где-то прямо здесь и танцевала на камне, чуть выше, где долина привидений на входе. Вот долина привидений, там к ней ведет дорожка такая, да, там и этот камень, там и этот орех, на котором сидел Никулин. Придется заезжать. Или мы-то не заедем сейчас по такой погоде? Нет, мы заедем, конечно, в эту долину привидений, только Александру придется идти пешком. Ну, вот тут вот стоит уже мототехника различная советских времен. Чезет, знаменитый чешский мотоцикл. Все хотели раньше его. Спортивного вида, да. Либо Яву, либо Чезет. На Яву тоже. На Яву опасно у нас был. Ну, вот здесь Планета Спорт тоже, как бы, такой зачетный мотоцикл. Интересно, на ходу они или нет? Ну, мучие они были, да нет, скорее всего, не на ходу. Ну, вот эти вот, может быть, на ходу. Это на Кобровец, вот, похоже. Воу, такая Яву, это 150-е у нас. Это Иж-56-й, по-моему. У меня знакомого, такой долго был. Вот, такая была. Да. И мы тут постоянно что-то перебирали. Как называлась, где искра дается? А-а, не грешно. Штучка. Вот, я ей было трудно подобрать. Эту искру, что она заводилась. Вот, ижак. В хорошем состоянии, может, даже... И вот такой, иж был тоже. Потому что, иж, по-моему, еще есть. Да. Это Иж-5. Вот эта штучка всегда терялась. Но у нас. Там, с одной стороны, аккумулятор должен быть, с другой стороны, ящичек для ключей. А вот, прародитель, прародитель, как сказать-то, мото-производства в Советском Союзе, мотоцикл Москва. Он еще довоенный, по-моему. Нет, я не видел даже. Одноцилиндровый, маленький такой. Сейчас мопеды больше. Вот же, ижачок. Планета-4, с коляской. Редкая вещь. Еще один мотоцикл Москва. Ну, так вот тут все происходит. И вон, друзья, у нас Диммер Джигара. Диммер Джигара. Он сейчас на Далиду Привидений, как раз, облако на полу. Вот если облако придет, мы поедем туда, как раз. Нужно ехать, оно реально идет в нашу сторону. Обратно, надо опять возвращаться. Ничего делать. В общем, друзья, вот такой музей ретро-техники под открытым небом. Бесплатно, самое главное. Там я еще самолет увидел вверху, но я не знаю. Да, тут бесплатно, по-моему, даже летом, как бы. Летом тоже бесплатно, да, мы заезжали. Вон там какой-то самолет, или то гостиница, или что-то стоит, или аттракцион. Я хочу сходить туда. Попросил Ника Норыча, чтобы рассказал про всю технику. Потому что, друзья, я не особо шарю. Вот здесь появился такой самолет. Его вроде бы раньше не было. Я просто его никогда не видел здесь. Вот сегодня заметил на фоне горы Диммер Джигар. Вот такой самолетик. Когда-то он летал, а сейчас здесь украшает эту локацию. Вот так выглядит прикольно. Так, что написано, влезать на самолет категорически запрещено. Ну, хотя бы посмотреть, либо винт покрутить можно, интересно. Ага, он не крутится. Вот так, друзья. Ну, думаю, детям здесь будет очень интересно походить, побродить, полазить по машинкам, посмотреть на самолет. Самое главное, вход сюда бесплатный. Летом убежал сюда с самолета. И зимой. Поэтому будете мимо проезжать, обязательно заезжайте. Рекомендую. Крутое место. Площадку для детей сделали в виде кораблика. Так, ну а мы сейчас хотим доехать до Долины Привидений. Показать этот орех, друзья, из фильма «Кавказская пленница». И тот камень, на котором танцевала главная героиня. Так, друзья, доехали до Долины Привидений. Но тучка уже практически вся улетела. Видите, как резко меняется погода. Но все равно вам покажу вид со стороны на эту долину. Вот так она сегодня выглядит. Но вон какое-то облако еще летит. Поэтому, может быть, и повезет нам. Красота. Смотрите, там на вершине сосна растет прям. Ну все, еще немножко подождем. Может, придет еще одно облако. Видите, какие необычные скалы здесь. Вот так выглядит вход в Долину Привидений. И именно отсюда начинается тропа на вершину Димирджи. Друзья, на Димирджи пойдем, когда будет либо солнечная погода, либо когда выпадет снег. Потому что сейчас, видите, все серое такое. И туда смысла нет. И прямо здесь на входе растет тот самый легендарный орех из этого просто прекраснейшего фильма. Вот он. Все смотрели этот фильм 100% и все его помнят. Памятник живой природы. Всероссийского значения. Орех грецкий. Возраст 176 лет. Находится под охраной всероссийской программы деревья, памятники живой природы. Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Обследован и инструментально продиагностирован Центром Древесных Экспертиз. В 17-м году. Им уже больше лет получается. Да. Кстати, в детстве смотрел фильм «Кавказская пленница», видел все вот эти вот сцены и никогда в жизни не думал, что окажусь прям на месте съемок этого фильма. Просто нереально. Вот такой грецкий орех. Древний, наверное, самый древний в Крыму. Не знаю. Орехи грецкие, которым больше лет, чем этому. Ну и по его размеру видно. Он действительно, друзья, здоровый. Видите, к сожалению, портится. Внутри он, видите, сохнет. Обычно, я знаю, такие штуки заделывают цементом, чтобы дерево не болело. Здесь почему-то ничего не сделали. Но, видать, недолго ему осталось, к сожалению. Но хотя бы у нас на видео уже останется. Будет история. И главная героиня фильма здесь танцевала на камешке, на скале. Вот вот лесенка стоит на вот этой скале. Но я, друзья, пересматривал эпизоды этого фильма. И очертания вот этой скалы, этого камня не похожи, на котором она танцевала. Можете сами фильм пересмотреть. Потому что эксурсоводы говорят, что она танцевала прямо вот здесь. Но на самом деле нет. Там была другая скала. Мы ее тоже однажды отыщем и прям сравним с кадрами из фильма. Ну вот такое место. Я предлагаю нам двигаться уже дальше в утес. Посмотреть, что там, и поехать уже потом в Гурзуф. Ну а если будете в Алуште проезжать мимо, то сюда можно заехать. Прямо на машине практически до входа до Долины Привидений. Но если решите подняться, друзья, тоже часика 2,5-3 до вершины Южной Демержи у вас займет маршрут. Вот такой вид открывается отсюда на город Алушта, друзья. Вон, сейчас там будем с вами мимо проезжать. Вверху у нас гора Крымский, национальный парк там расположен. И высшая точка Крыма, гора Раманкош. Видите, в облаках. Там еще вон снежок лежит. Я, кстати, в этом году поднялся на Раманкош. Ролик ВКонтакте вышел. Ну и дальше у нас вершина уже Чаттердак. Туда я тоже поднимался. Вы все помните этот экстремальный подъем, когда был ветер, был снег, мороз, когда одежда обледенела. Вон, там тоже снежок лежит. И вон где туман, внизу это Ангарский перевал. Вот так сейчас все выглядит. Ну, конечно, все серое, друзья. Небо, серая пасмурная погода сегодня, к сожалению. Но мы снимаем при любой погоде. Ну и еще немного покажу вам Димирджи, ее скалы. Вот так здесь все выглядит. Вот она снизу, долина привидений идет. И потом можно по тропинке там подняться наверх на южное Димирджи. Но пойдем туда, когда будет нормальный солнечный свет. Ну, либо, когда уже снег выпадет. Прекрасные места. Ну, а нам пора ехать дальше. Все, друзья, встречаемся уже, скорее всего, в утесе. Покажу вам, что там происходит. Ну, что, друзья, вот мы и добрались до утеса. Потому что в комментариях очень много писали. Александр, что там с утесом после шторма? Покажи нам его, показываю. Здесь, друзья, шторма никакого не было. Как и в Ялте, шторм обошел это место стороной, слава богу. Вот такая фешка, которую я снимал, которая пострадала. Видите, она так же и стоит, как и стояла. Окна завесили. Здесь все нормально. Ну, сейчас немножко пройдемся по набережной. Посмотрим и отправимся уже дальше. Ну, друзья, набережная утеса. Как вы и просили все в комментариях. Здесь наоборот. Видите, поубирались, привели ее в порядок. Все, здесь вообще ничего не изменилось. Вот так сейчас выглядит утес в этот пасмурный день. Ну, не знаю, что вам здесь показать. Просто по набережной пройдемся. Здесь, наверное, еще в дворцу княгини Гагариной попадем. Сходим на мыс Плака. И с него посмотрим вид на Аюдак, я думаю. Здесь по набережной долго ходить не будем. Потому что у меня в этом году затесло уже очень много видеороликов. И все именно со штормом. Шторм, который я вот недавно показывал, это был самый мощный, который здесь был в утесе. Можете зайти, те, кто не видел, посмотреть. Ну, а вот этот ураган, который был, который... После которого очень много разрушений, его здесь, слава богу, не было. Он обошел стороной, потому что ветер дул как раз таки, друзья, с той стороны, там гора. А Аюдак, она, получается, защищала. Здесь не было никакого волнения. И видите, шторм бил прям вон туда, прямо. Там находятся у нас Рыбачье и другие, Малореченская, и другие поселки, которые прям пострадали очень сильно. Волна шла вот так. Не сюда, в эту сторону, к домикам, а вот так, боком, и прямо вон туда, в берег она била. Как раз где эти поселки расположены? Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье, Морское. Получается, удар пришелся на них, в ту сторону. Здесь, конечно, тоже, помните, когда я снимал, был такой приличный шторм. Видите, тут все заколотили свои первые этажи. Но, скорее всего, они ждали, что вот этот ураган обрушится и на поселок Утес. Но, еще раз повторю, слава богу, что все это обошел стороной это место. Потому что я не знаю, какие последствия были бы, если бы этот шторм бил прямо вот сюда волной. Наверное, бы точно ничего не устояло. Так, ну, давайте взглянем на саму набережную. Ну, пару бетонных пролетов здесь смыло, я вам так скажу. Вот, помните, вот этот пролетик? Прям бетон хорошенько разбило. Ну, а сам Утес довольно-таки интересное местечко. Потому что колоритное очень. Такого в Крыму вообще больше нигде нет. Когда-то это были лодочные гаражи. Потом они превратились в такие эйлинги. Ну, кстати, смотрите, опять появились объявления о продаже апартаментов здесь. Тоже практически вот на, насколько, четвертая вот гостиница, которую я заметил, висит объявление, что продается апартаменты. Ну, не знаю, здесь так, мне было бы страшновато брать. Потому что, не дай бог, еще раз такой шторм повторится. И что будет с апартаментами, здесь непонятно. Так, ну, сейчас дойдем уже до конца. Посмотрим на тот участок, где тогда плитку смыло. И пойдем на мыс Плака. Там, где кактусы растут. Так, дождик начинает моросить. Тут, конечно, плохо. Вот, видите, синий-то кусочек от этой набережки. Откуда оторвался, непонятно. Вот свет такой же у него. Сейчас море такое серое, грозное. Такие темные тучи висят над морем. Но сегодня еще обещают похолодание к вечеру. Температура опустится до минус, сколько там, 2-3 градусов. А в горах там будет, наверное, градусов минус 7, я думаю, если не больше. Но по ощущениям точно будет больше. И там обещают снег. Поэтому ждем, друзья, снова снежок. В общем, ждем, друзья, снег в горах. Так, ну, выйдем на эту смотровую площадку. Помню, здесь тоже ловил волну. Сейчас здесь все спокойно. Вот это часть набережной, где сорвало плитку. Естественно, к лету здесь все восстановят, я думаю. Но, вот, показал вам утес. Все здесь нормально. Так, ну что, я предлагаю еще зайти вот туда, на скалу, друзья. Посмотреть вид со скалы, со стороны моря, на поселочек. И уже отправиться на мыс Плака. Пойдемте. Так, ну что, идем теперь в другую сторону. Сейчас выйдем на скалу, которая в море расположена. Покажу вам вид с нее. Ну, вот такой сегодня утес. Уже совсем скоро Новый год. И все, будем ждать с вами сезон. Уже хочется лета, честно говоря. Когда на улице тепло. Точнее, мне больше весны хочется. Потому что весной не сильно жарко. Можно по горам полазить. Но еще мы снег толком не поснимали. Поэтому еще ждем снежок. Обязательно хочется снег в новом свете заснять. В Судаке, на Генойской крепости. Надеюсь, что в этом году все у нас тоже получится. Все, поднялись с вами на эту скалу. Показываю вам вот такую панораму. Такой вид на утес. Вот так он выглядит, друзья. Здесь все, слава богу, нормально. Но колоритное местечко. Обязательно тоже побывайте. Потому что такого в Крыму вы больше нигде не увидите. Видите, какой слой прям такой туч идет. И где это вдалеке? Вон он, мы с Меганом. Судак там. Но у нас тоже сегодня пасмурная погода, к сожалению. Так, а мы сейчас с вами отправимся в санаторий Утес. Потому что именно на его территории находится дворец княгини Гагариной. И там можно будет, я надеюсь, можно будет спуститься на вон тот причал. Подойти поближе и посмотреть на скалы Три сестры. Интересно, как там Аюдак сейчас выглядит. Есть ли над ним облака такие же красивые или нет. Ну, и сейчас пойдем рассматривать поближе. Так, ну что, все. Успокоились комментаторы, которые писали про Утес. Так, ну что, пойдемте в дворец княгини Гагариной. Сейчас еще постараемся после дворца княгини Гагариной попасть в парк Карасан, друзья. Вот я не знаю, в такое время пускает ли туда туристов. Но на проходной там узнаем. Если будет сторожа, в принципе, можно договориться, я думаю. Но, хотя должны пускать. В прошлый раз меня пустили однажды туда. Но это была зима, если не ошибаюсь. Ладно, пойдемте узнавать. Потому что скоро уже темнеть начнет. В 5 часов темнеет так рано. И времени на съемку даже не хватает, чтобы снять полноценный такой длинный видеоролик. Но ничего страшного. Что успею снять, то вам и покажу. Все, погнали скорее туда. Еще один вопрос, который часто пишут про утес, друзья. Канализация. Куда сливается канализация? Вот отвечаю вам на ваш вопрос. Здесь в утесе есть очистные сооружения. Конечно, их запустили. Но сейчас при России все это, видите, восстанавливается, друзья. Вот, читайте. Ставьте на паузу. И смотрите. Вот, собственно говоря, сами очистные. Идет полная масштабная реконструкция. Вот сам утес уже идет. Вот эти гостиницы, эллинги. Поэтому те комментаторы, которые там что-то писали про очистные сооружения, все здесь есть, друзья. Все это работает. Но, по крайней мере, теперь точно уже будет работать, когда все это восстановят. На полную мощность. Поэтому вот так. И теперь, пожалуйста, когда я буду снимать в следующий раз этот поселок, больше не задавайте мне этот вопрос. Если вдруг кто-то увидит такие комментарии, друзья, скиньте ему ссылку на этот видеоролик. Пусть посмотрят, что в утесе идет масштабная реконструкция очистных сооружений. Ну все, теперь можно ехать и в дворец княгини Гагариной. Вот мы и попали на территорию санатория утес, друзья. Вот он, дворец княгини Гагариной. Проход сюда платный. Стоимость прохода 400 рублей, чтобы вы понимали. Ценник, конечно, такой приличный. Но раз в году, я думаю, можно себе позволить. Смотрите, какая стала красивая стена. Все эти зеленые листочки окрасились в осенние цвета. Вот такие нежелтые, оранжевые. Выглядят тоже прям красиво. Красиво. Кстати, я осенью никогда здесь, получается, не видел такого краса этой листвы. То мы были летом, весной, когда они зеленые. И зимой, когда их вообще уже не было. Сейчас хоть и зима, но, видите, листва еще не опало. Вот такой красивый дворец здесь расположен. У них шикарный пар. Здесь такие пышные кипарисы растут. Здесь, друзья, все красиво, все ухоженно. Мне это место прям очень нравится. Самое главное, есть выход на этот мыс, на который мы сейчас отправимся. Покажу вам виды с него на гору Аюдак. Так круто, что вообще никого здесь нет, кроме меня. Даже туристов сегодня нет. Потому что, ну, в такую погоду кто будет выходить из дома? Видите, у нас дождик моросит. Но ничего страшного, нас не испугает. Правда, картинка будет темная, друзья. Из-за этого сегодня в горы не пошел. Хотел идти в горы, но, видите, все такое серое, темное. Поэтому вот решил по южному берегу Крыма прокатиться. Посмотреть и показать вам, что здесь вообще сегодня происходит. Так, а что это за такое красивое растение? Посмотрите, какие у него лепесточки сейчас все красные прям. Не знаю, что это. Круто. Вообще обожаю вот такое время года, когда просто никого нет. Так, вот он же. Давайте дворец со всех сторон обойду. Покажу вам эту красоту. Хоть мы здесь уже не один раз бывали, но все равно приятно погуляться по таким местам. Так, тут скамеечки, что ли, новые поставили. Что я не помню таких скамеек здесь. Или были. Нет, что-то их слишком много тут стало. Вроде бы не было. Друзья, какой воздух сегодня. Красота. Здесь, конечно, прям очень ухоженная территория, несмотря на то, что сезон уже закончился. Все чистенько, все убрано. Клумбочки прям тоже чистые. Давайте вот покажу вам поближе. Клумбы и дворец. Посмотрите, как здесь все красиво смотрится. Хоть сейчас здесь ничего и не цветет, но выглядят клумбы прям шикарно. Респект тем, кто занимается здесь озеленением, вот этим садом. Уборка, естественно, потому что прям реально большие молодцы. Все чисто, приятно здесь гулять. Так, давайте подойдем сюда. Так, а дождик усиливается у нас. И вот такой ракурс хочу показать вам. Раньше во всех дворцах прямо на входе садили два дерева. То сосны, то кедры, то кипарисы, как видим здесь. И еще секвойи, как в Массандровском дворце. Там секвойи растут. Здесь, видите, два кипариса сплелись, можно сказать, в один. Вот такой здоровенный, пышный кипарис. Но посадили их прям максимально близко к дворцу. Чего делать не стоило, я думаю. Потому что, но корни у этих деревьев мощные. И из-за этих корней идет разрушение. Видите, вот по стене пошла трещина. Она здесь уже давно. Вон там даже ставили какие-то пломбы. Измеряли, на сколько сантиметров в год сходит эта часть. Вон первая пломба видно. И вон вторая еще целая. А нет, тоже лопнула. Первая, вторая лопнули пломбы. К сожалению, но нужно, похоже, здесь тоже делать реставрацию. Потому что, ну, такое уникальное место не хочется потерять. Так, ну, здесь у них на этом этаже расположена бильярдная. Как вам показать? Ну, вот, друзья, тут три бильярдных стола. Шахматы вон я вижу. Ну, в общем, такая зона. А даже четыре. А нет, три столика. Ну, такая зона отдыха для тех, кто отдыхает здесь, в санатории. Место действительно по своей природе прям мне безумно нравится. Ладно, пойдемте на мыс Пуака. И оттуда уже полюбуемся видами. Если они будут открываться, потому что сейчас туман. Сейчас дождь начался. Возможно, видов мы никаких и не увидим. Так, еще разочек показываю вам вид. Вот отсюда, на дворец. Дворец красивый, мне нравится. Ну, надеюсь, что реставрационные работы здесь проведут, что все восстановят. Потому что, ну, это прям такая историческая, интересная достопримечательность. Ну, а я предлагаю пройтись нам до четвертого корпуса санатория. Здесь, друзья, четвертый корпус. Он, правда, далековато от моря, но он в такой точке расположен. Сейчас будем проходить мимо, покажу вам. Там просто виды на море, на горы. Представляете, какие там рассветы. Так, если меня смотрит администрация этого санатория, приглашайте. Я сниму у вас видеоролик. Вот в этом четвертом корпусе. Видите, здесь даже табличка стоит. Здесь стоит памятник природы в этот парк реки Кипариса. Можно, в принципе, вот так выйти. Это быстрый подъем на мыс-плак, если так по этой дорожке пойдете. Но я хочу пройти с этой стороны, чтобы показать вам побольше красот. Вот он, друзья, четвертый корпус. Стрелочка указывает нам. И идем туда. Тут, видите, можжевельник растет. Представляете, какой же здесь воздух. Не передать его. Небо еще такое, ой, небо, говорю. Море такое синее с высоты. Когда у моря были, оно какое-то серое, грозное было. Отсюда такой синий цвет уже. Вон те три скалы. Точнее, три сестры из скалы называются. Так, сейчас зайдем в эту церковь. Покажу вам ее тоже. Здесь была кафешка, насколько я помню, летом. И вот он, четвертый корпус, здесь начинается. С этой стороны обрыв, море. А с другой стороны лес, горы. Виды у них, конечно, с окошек там невероятные. Ага, похоже, закрыли, друзья. Проходик сюда не пройти нам, к сожалению. До церкви. Это часовня начала 20 века. Вот. Так, здесь написано. Храм святого Александра Невского. Храм открыт с 10 до 16. 6 декабря, день памяти святого князя Александра Невского. Престольный праздник нашего храма. 9-0, божественной литры. И я сегодня какое число? Все у нас 4 декабря. А нет, друзья, вроде бы открыт. Не знаю, можно ли так заходить или нет. Давайте поближе покажу вам. Домовая церковь княгини Гагариной. Видите, у нее здесь была церковь, куда она приходила молиться. Церковь тоже расположена в уникальном месте. Видите, прямо на горе, на этом склоне. Точнее, на вершине. А дальше уже такой обрыв идет. Красивое тоже местечко. Жаль, что закрыто. Я бы хотел заглянуть внутрь. Никогда, кстати, не видел, что там внутри. Ну и здесь тоже небольшой такой парк сделали. Богоустроили территорию. Здесь, видите, колокола висят. Вот, друзья, такое прям место сильное. Ну и здесь повесили информационные стенды, где можно прочитать историю. История дворца княгини Гагариной. В красивейшем месте южного берега Крыма, на мысе Пуака, гордо возвышается дворец княгини Гагариной. Его главный вход украшает герб князей Гагариной с надписью на латыни, переводимой на русский язык, как в древности «Сила». История этих мест связана со многими яркими личностями Тавриды. В 1807-1816 годах генерал-лейтенантом-сенатором Андреем Бороздиным, его удивительной дочерью Марией, возлюбленной декабриста, поджилась подвижником Воронцова, князем Александром Гагариным и, наконец, второй женой Гагарина, строительницей Кучук Ломбадского дворца, грузинской княжной Анастасией Гагариной. Спустя столетия перед замком установили скульптуру памяти любви «Бронзовый образ». Это та скульптура, которую я вам только что показывал. «Бронзовый образ» княгини Гагариной, повернутой лицом к замку мечте, в которой ей так и не пришлось испытать счастье с мужем. Красоту дворца гармонично дополняют окружающие их парки. Это правда. Вот сам дворец. Вот эта церковь. Нет, это про святого князя Александра Невского. Ну, здесь, друзья, уже информация про сам санаторий и утес. Так, ну что, пойдемте теперь на сам мыс зайдем. Да, круто. Бродить здесь в одиночку. И никого вот оходишь и не встретишь даже. Ну и прямо до этого храма слева идет тропинка. Вот она. Тоже, с которой открываются фантастические виды. В принципе, друзья, туда на причал, наверное, спускаться не будем. Там прикольно во время шторма. Вот, смотрите, клин летит в птицу, вот прям снизу. Это уточки. Смотрите, как летят клином красиво. Так, надеюсь, там на камере будет видно. Так, напишите, если вы видели. Потому что, видите, камера чуть-чуть отдаляет. Не так, как человеческий глаз показывает, к сожалению. Вот эти скалы. Так, ну и пойдемте, пройдемся. Теперь на самый стак. Дождик прям усиливается. Небо так потемнело. Так, видите, аж на объектив капли уже летят. К сожалению, от дождя на GoPro для объектива нет никакой защиты. Поэтому приходится вот так протирать постоянно объектив. Вот сам четвертый корпус санатория. Здесь расположен. Здесь бы я хотел, конечно, встретить рассвет на каком-нибудь верхнем этаже. Чтобы показать вам виды. Вот он, друзья. Смотрите. Ой, там вот даже, как видите, чердак. И там тоже, похоже, есть какой-то номер. Судя по кондиционеру, который там висит. Вот с него было вообще шикарно. С того балкона. Ну и все. Мы выходим на сам мыс уже. Памятник природы. Мыс Плака. Так, ну давайте сначала сюда зайдем. Здесь, прямо на самой верхней точке мыса, расположена вот такая усыпальница. Давайте информацию прочтем. Склеп-усыпальница начала 20 века. Так. Кто-то захоронен, не написали. Вход в нее закрыт. Там, друзья, немного вам вот так покажу. Сейчас, конечно, темно. Не знаю, увидите ли вы что-нибудь там. Видите? Ну, немного видно. Ну и прямо со склепа мы выходим на мыс. Так, а здесь уже ветрено. Впереди у нас поселок Парты Нид. Открывается. И вот он, друзья, Аюдаг. Гора Медведь. Как красиво тоже смотрится. Сверху облачка на Аюдаге. Красота. Так, ну мы сейчас еще поедем в Карасан. Если пропустят, Карасан находится вон, друзья, парк Карасана. Там тоже такой красивый дворец. Надеюсь, что пропустят. Ну, смотрите, пасмурная погода. А какая красота все-таки. Какой юдак. Вон мордочка медведя. Если присмотреться, реально напоминает морду медведя. Так. Ну, здесь, кстати, под этим мысом море такого прям цвета красивого. Помните, мы спускались туда? Я вам вот эти все кактусы показывал. Здесь весь склон, друзья, усеян кактусами. Кактус, опунция здесь растет. Я и цветущим вам его показывал в этом году. Так, я хочу прямо на самый краешек. Подойти. Ой, 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 ой. Как красиво гора Медведь выглядит. Так, ну, друзья, если вдруг забыли поставить большой палец вверх, самое время это сделать. Под ролик заходим и подержите. Потому что снимаем во время дождя такие красивые кадры для вас. А все дома сидят, как вы видите. В парке ни одного человека не было. Но мы в любую погоду снимаем Крым. Я очень люблю Крым. И поэтому готов вообще ураган, не ураган, снег, не снег, любую погоду снимать. Так, дождик потише, взгляните. Как красиво смотрится. Гора Аюдак. Я там несколько раз был, кстати, на вершине. Теперь только весной, как подснежники зацветут, пойдем сразу туда. Ну и вот такая погода. Видите, как дождик идет. И здесь уже начинаются горы, леса. Но горы, к сожалению, тоже закрыты тучами. Не видно вершин. Но вот наш дворец, откуда мы с вами пришли. Видите, с такой красной крышей. Встанем. Вот, друзья. Ой, кстати, виноградники. Нужно было с виноградниками сделать фото с дворцом. Ну и тоже следующий год, когда листочки снова появятся. Такой кадр шикарный должен получиться. Так, дождь, пожалуйста, потише. Так, ну что, друзья. В принципе, здесь вам немножко показал. Я предлагаю сейчас попробовать попасть нам в парк Карасан. Посмотреть на дворец. Если не пустят, то поедем дальше. В Гурзуф, я думаю, съездим, посмотрим. Потому что в Гурзуф такую погодку тоже должен выглядеть очень живописно. Ладно, за медведя точно поддержите этот ролик. Ну, а мы с вами едем дальше. Ну что, друзья. Добрались мы до Гурзуфа. В парк Карасан меня, к сожалению, не пустили. Сказали, проезжайте летом. Все. Так, видим, дождик у нас усилился. Вот такие уже у нас реки по ступенечкам бегут. Ну, а сейчас просто прогуляемся по Гурзуфу. Посмотрим его во время такой пасмурной погоды, во время дождика. Интересно, куда убегают коты во время дождей здесь. Потому что я еще ни одного котика здесь не встретил пока. Не зря, друзья, зонт покупал, помните? На Шторм покупал, но сейчас он пригодился. Е-мое, аккуратнее. Не забрызгайте меня. Так, ну ноги у меня однозначно сейчас будут мокрые. Потому что мы идем по этой реке прям. Ну, зато полюбуемся. Честно скажу, обожаю погоду дождливую. Так круто. Так, ну что, центральная площадь Гурзуфа. В какой стороне пойдем? Давайте сначала поднимемся наверх, наверное. А потом уже спустимся на саму набережную. Немножко по улицам Гурзуфа пободим. Господи, здесь прям реально потоп какой-то. Дождик не сильный так-то был. Но, видите, тут ливневки особо нет и все вот так стекает. Вон ливневка, мимо нее все проходит. Ну что, центральная площадь Гурзуфа выглядит вот так. Кафешки, в принципе, все работают. Можно что-нибудь и перекусить. Но, скорее всего, уже на обратном пути в Валужке где-нибудь перекусим. Так, ну что, пойдемте на красивую улицу. Ну, прикольно. Мне нравится вот так бродить во время дождика. Ой, друзья, смотрите, какой здесь инжир еще с листвой стоит. Прям так красиво листья упали. Здесь прям можно картины писать на каждом шагу. Вот этого я, кстати, раньше не видел. Такая интересная, видите, лепнина на стене дома. С гурзуфскими домиками, так сказать. Они даже вот трансформаторную эту будку так украсили. Ну, вообще молодцы, респект. А больше бы вот таких зданий, украшенных было бы здесь. Прикольно, этого я не видел раньше. Видимо, только вот в этом году сделали. На Ипетри сейчас снег. Я посмотрел по камере, друзья, на Ипетри идет снег. Но на Ипетри мы, к сожалению, не успеем. Уже будет темно. Поэтому Ипетри на следующий раз мы с вами откладываем. Ой, как круто во время дождика пройтись по улочкам гурзуфа. Вот этот инжир. Он, кстати, есть и на старых, на ретро-фотографиях. Еще это дерево маленькое было. Сейчас вот так разрослось. Красота. Так, ну, пойдемте. Все магазины здесь, в принципе, работают. На этой главной улице. Пекарня вот работает. Обычно здесь беру пирожочки очень вкусные. Но если обратно будем так возвращаться, то купим. Рекомендую попробовать, друзья. Здесь реально вкусно выпекают. Здесь идет реконструкция чего-то. Так, еще хочется сходить к даче Чехова. Там памятник кошки. Я не знаю, в такой день будет ли работать сама дача. Так, а как нам маршрут свой построить? Я предлагаю здесь подняться сейчас по ступенькам нам вверх. Потом спуститься к даче. И потом пройтись по этой главной улице. Только уже сверху будем идти. Так, у меня тут настолько узкая улица, что мне даже зонт не проходит, друзья. А как мне идти, слушайте. Все. Ух. Е-е-е, мы застряли. Друзья, зонт не проходит. Так. Сейчас. Мы немножко уменьшим в размерах. Так-так-так. Все, отпускаем. Так, а куда? Куда идти здесь вообще? Мне кажется, здесь вообще без донта мне придется сейчас гулять. Потому что узкие проходы все опять застряли. Ой-ой-ой-ой, как красиво. В такую погоду нужно фото делать. Смотрите, друзья, какая листва здесь живописная. Какой у нее цвет. Ладно, идемте дальше. Ё-моё. Ну, я вам скажу, очень атмосферно. Так, одна улица пошла туда, другая сюда. Давайте по этой уже пойдем. Но куда она нас наведет, интересно. Зурзуцкие крыши. Вот они. Извините, домики построены прямо на склонах горы. Здесь, конечно, передвигаться нужно на скутере. Потому что пешком ходить летом, наверное, устанешь в горку. Так, а куда дальше? Можно туда? Можно еще выше. Давайте выше и направо повернем. Там есть проход. Ага, здесь нету. Здесь нету. Нет, где-то, да? На низ придется идти. На самый верх подниматься не буду. Так, ну, здесь по рекам ходить приходится. Как по лабиринту идем. Так, а где же... Ага, все, нашел нашу дорожку. Вот она дальше ведет. Вот сюда нам надо. Чтобы, видимо, сверху немного полюбоваться. Слушайте, дождь был вообще небольшой, я бы сказал. А здесь реально уже по улицам вот такие. Вот первая кошка, которую мы нашли. Она нарисованная. Вот котейка. Все остальные попрятались. Гурзуф – это столица кошек. Здесь их прям очень много. Так, друзья, вид отсюда на гурзуфские крыши, на море. Показываю. Красиво же. Вот такой гурзуф. Так, идемте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще кайф. Я тут целый день, наверное, бродил по этим улочкам. Так, отсюда мы сейчас спустимся к даче Чехова. Потом придется обратно подниматься. Как здесь машины вообще могут ездить по таким узким улицам, друзья? Где же разъехаться вообще нереально будет. Так, ну все, мы выходим на эту самую красивую улицу. Но спустимся чуть пониже. Те, кто отдыхал в гурзуфе, сейчас, наверное, ностальгируют по этому поселочку. Так, дальше ведь территорию Артека идет, там можно пройти, проехать свободно. Но нам нужно в эту сторону. Вот эта улица шикарная. Отсюда много фотографий, картин. И на магнитиках печатают, и на открытках. В общем, везде. Именно вот эта улица, друзья. Здесь тоже поукрашали. Красиво, молодцы. Гурзов тоже немного изменился. Вот это местечко. Вот это ожидание. Жирописное. Так, давайте сюда встанем под балкон. Хотя бы дождик, и такого нет. Ага, есть. Вот, друзья, красота. Мечтал здесь побродить во время дождя. Выглядит бесподобно. Так, нет, давайте пройдемся по улице, а потом внизу там уже свернем к Чехову. В принципе, куча путей до дачи Чехова. Но я хочу и по улице пройтись, побольше вам показать. Вот, можно вот здесь налево свернуть. Видите, вот сюда. Мы вышли прямо к памятнику кошке. Ну, мы пойдем снизу, потому что я хочу вам эту улицу показать. Так, вот это здание с красивыми балконами. Там еще такая резьба по дереву. Пахлава, лукум, хаула. Здесь продается кофейня, крымские сладости, кофе на песке. Вот такие, друзья, водопады на улицах Гурзуха образовались. О, вот первая котейка на окне сидит. Спятался от дождя. Вот он. Ой, не бойся, не еди на дождь. Не будем его пугать, а то он на дождь выбежет, промокнет еще. Так, ну что, друзья, как вам эта улица? Нравится? Я думаю, она никого равнодушным не оставит. Так, а вот сейчас нам нужно, насколько я помню, спуститься где-то налево и идти к даче Чехова. В принципе, вот мы оттуда пришли. Вот этот инжир большой, видите, впереди. Но свернув сюда, Кая. Да, здесь, видите, пустынно в Гурзухе, но люди немного встречаются. Летом, конечно, здесь очень много людей. Ну, что вы хотели? Зима уже. Кто-то печь топит. Виноградик вот тоже желтый здесь. Улица Чехова, сейчас по ней идем. Представляете, когда-то здесь жил Чехов. Свои дачки. Водопады! Проснулись в Крыму. Вот он, друзья, памятник кошке. Нашли до него. Это первый памятник кошке, установленный в Крыму. Сиди и ты смотрит себе на море куда-то. Котейка. Кс-кс-кс. Хе-хе-хе. Очень похоже реально на живую черную кошку. Под дождем, и под снегом, под морозом сидит здесь уже сколько лет. Так, ну, а нам и нужно идти ниже по этой улице. Сейчас узнаем, если дача работает. Заглянем туда одним глазком. И вот здесь, друзья, дача Чехова. В общем, если работает, куплю билетик, и там уже включусь. Но, похоже, она сегодня тоже не работает, к сожалению. Что здесь написано? Время работы с 10 до 18. Выходные дни. Понедельник, вторник, а сегодня понедельник, друзья. Вот нам не повезло. Замочек здесь. Ну и все, дальше не пройти. Все делаем. Я предлагаю идти на набережную. Пойдемте на набережную, сходим. Улица Чехова, 22. Запомнили? В понедельник, вторник сюда не едем. Потому что, как и я, попадете на выходной и вовнутрь уже не сможете зайти посмотреть. Что может быть лучше, чем бродить по улицам Гурзуфа во время дождя? Только во время снега, наверное, здесь круче бродить. Так, ну все, я уже выдвигаюсь на набережную. Сейчас будет спуск. Ступеньки эти, кстати, очень скользкие. Имейте в виду, которые сейчас будут. Многие лета на них прям падают. По ступенечкам спускаемся. А то где-то воды поменьше. Ставь лайк, если падал на этих ступеньках. Я один раз, кстати, тоже подскользнулся, но успел похватиться за перила. После урагана в Гурзуфе не знаю, что там на набережной. Где-то я видел фотку, что какая-то стена где-то обболилась тут. Ну вот, пока хожу, ничего такого не встретил. Сейчас посмотрим на обстановку на набережной. Ну, видите, люди тоже гуляют взгонтами по Гурзуфу. Не мы одни сегодня тут. Ну и вот вся река с гор стекает вот здесь по лимневке в море уже. Здесь еще листья на деревьях желтые. Круто. кафешка, я смотрю, тоже работает вот эта. Ну и все, друзья, набережная. Жаль, что на территорию вот сюда санаторий нельзя попасть. Там очень красивые сами здания. Тоже парк красивый и фонтаны. Особенно фонтан богиня ночи. Это прям место тоже, которое нужно посетить. Древний такой фонтанчик. Ну, не видите, новый корпус себе достроили, либо восстанавливают, скоро уже запустят в работу его. вот здесь я пробовал шаурму с креветками, помню, было вкусно. Сейчас бы я не отказался от шаурмы с креветками. Ну, здесь, как и в Судаке, на набережной в основном все точки уже закрыты. Если там на центральных улицах все работает, ну, как и в Судаке, в принципе, на улице Ленина тоже все работает. На Кипарисовой закрыто, так и здесь. Центральные магазинчики работают, а здесь все позакрывалось уже до следующего лета, до следующего курортного сезона теперь. Так, ну что, вот она и набережная. Так. Набережная Гурзуфа. Вон там в море скалы, Адалары стоят, Кенуэзская скала с тоннелем. Я был в том тоннеле, когда в Артеке я был. Ролик у меня из Артека на канале, можете найти. Напишите в Ютубе в поиске Артек Михайленко. Вам этот ролик первый в поиске выпадет, посмотрите. Ну, территория Артека, конечно, прям, ну, идеальная. Зайдите, посмотрите. те, кто мечтал побывать когда-нибудь там на территории у них. Кстати, после шторма, как по мне, пляжи стали прям шире намного, что ли. Видите, здесь такая красная галька красного оттенка. Ну, пляж широкий. Не помню, такой он был или нет. Ну, и вот сама набережная. В принципе, здесь тоже, как я вижу, не пострадала набережная, слава богу, потому что в клумбах, если бы сильный шторм был бы от этого урагана, в клумбах бы тоже была галька, вот этот песок. Здесь такого нет. Клумбочки чистые, все вроде нормально. Ну, да, здесь, видите, гальку сюда вымыло вот аж до ступенек. Пляж расширился. Где-то пляжи уменьшились, Гурзуфи, как по мне, они стали наоборот еще шире. Да, друзья, однозначно больше пляжа стали. Либо летом они были заставлены настолько сильно шезлонгами, что я думал, они меньше. сейчас прям пляж широченный. Но это хорошо, что в Гурзуфе пляж такой. Так, друзья, опять капли как-то попали. Сейчас вытру секундочку. О, вроде норм. у меня ноги уже промокли все. как будто по воде иду. Но так есть, я и так иду по воде. Смотрите, какой пляж широченный. И прям такого реально сегодня красного цвета, из-за того, что Галька вся мокрая. Вот это да, круто. вон они, Адалары в море стоят. А за ними уже Аюдак. Так, я не знаю, есть ли идти смысл дальше. Ну, друзья, наверное, уже не пойдем. Смысл нам идти дальше, там все мы уже видели. Набережная Гурзуфа цела. Пляжи, наоборот, увеличились после шторма. Поэтому здесь все нормально. Единственное, в городе где-то там был небольшой оползень, стена обрушилась какая-то. Ну, кстати, вот мы ехали по дорогам, я не знаю, с какой она стороны, мы заезжали со стороны санатория под мостом, все стены там целые. Ну, Гурзуф тоже я обожаю, прекрасный поселок. Здесь очень много достопримечательностей, конечно, и за один день их тоже нереально обойти. Поселок и маленький, но если все достопримечательности захотите посмотреть, то здесь нужно как минимум, наверное, неделя. Вот такая сейчас здесь обстановка. Ну, друзья, вот и подошел к концу наше видео. Сегодня хотел поехать в горы, но, к сожалению, видите, погода не дала нам это сделать. Все серое, пасмурное, но вы все равно поддержите ролик большим пальцем вверх, хоть посмотрели, что здесь творится на ЮБК. Напишите в свой комментарий, отдыхали ли вы когда-нибудь в Гурзуфе, нравится ли вам это место, и, возможно, вы знаете какую-нибудь интересную, достопримечательность, которую здесь можно посетить. Ну, я с вами буду прощаться, ждите новых роликов на канале. Если еще вдруг не подписаны, то обязательно подпишитесь. И не забывайте, что в своем телеграм-канале я публикую фотографии из Крыма, друзья. Ссылочку на свой телеграм-канал я оставляю в закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь, там очень-очень крутые фоточки. Всех вас буду рад там видеть. Ну, а с вами был я, Александр Михаленко. Ждите новый ролик. Всем пока.